Это новости на ТНТ в студии Екатерина Кравцова. Здравствуйте! Коротко о главных темах выпуска. Урок не впрок. Телефонный хулиган в очередной раз поднял по тревоге все спецслужбы города. Раз воронка, два воронка. Число березняковских провалов стремительно увеличивается. И танцуют все. В Березняках возрождаются традиции русских балов. Очередная угроза терроризма в Березняках. Накануне вечером в диспетчерскую службу 112 поступило сообщение о заложенной бомбе. В этот раз эвакуировали гипермаркет строительных материалов на улице Карла Маркса. Екатерина Федорова передает с места событий. Территорию отцепили. На месте работали все спецслужбы города. Спасатели, медики, пожарные, полиция были в полной готовности. В здании гипермаркета строительных материалов работали сотрудники ОМОНа. На данный момент известно, звонок на пуль 112 был конкретный. Заложена бомба. О подозрительном предмете речи не было. Сегодня в результате операции стало известно, что сообщение о взрывном устройстве – очередная злая шутка. Подозреваемый уже задержан. В ходе проверки информация не подтвердилась. В включающей сроке был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. 50-летний местный житель был задержан и выдворен в изолятор временного содержания. За преступление шутнику грозит наказание до 5 лет тюрьмы. Екатерина Федорова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Новая достопримечательность. В Березняках появились еще два провала. Невозмутимо заявили сегодня на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этой и других темах совещания расскажет Сергей Каленик. Район первого Березняковского рудника. Все здания здесь находятся в критическом состоянии. На прошлой неделе ученые зафиксировали на этом месте 140 сейсмических событий. И связаны они с появлением еще одного провала в районе улицы Котовского. Чуть меньше месяца назад там же обнаружили воронку, которая была принята за обвал овощной ямы. Сейчас специалисты подтверждают, что это был первый из двух новых провалов. 22 марта воронка образовалась и сегодняшние ее размеры 2,6х3,8. И 9 апреля сформировалась вторая. Размер ее 7,5х9 метров, глубина 8 метров. Специалисты ведут постоянное наблюдение за опасной зоной. Оседания на улице Котовского по-прежнему бьют все рекорды. И в сумме составляют почти 11 метров. Ученые уже заявили о необходимости расширить зону ограждения. Но пока это сделано лишь тонкой ленточкой. Мэрия требует установить забор в кратчайшие сроки. А безопасность людей, желающих есть. А вот любителям весенней рыбалки доступ в опасные места не перекроешь. В Березняках и его окрестностях в этом сезоне под воду ушли 4 человека. При этом патрулированием водоемов занимается лишь аварийно-спасательное формирование. Претензии были направлены в адрес полиции и ГИМСа. Спикер комиссии дал указание разработать документы, позволяющие штрафовать рыбаков за беспечность. Штраф 5 тысяч рублей. Почему мы не можем разработать вот это? Если есть табличка «Вскор за плечом» – это решение. То за нарушение вот этого решения, например, какие-то санкции. И еще о санкциях. С 28 апреля по 15 мая в городе будет объявлен особый противопожарный режим. За разведение костров будут штрафовать. Сергей Коленик, Степан Никрасов. Новости на ТНТ. А теперь новости от наших мобильных репортеров. Пока при камне ждет паводка в Яйве засуха. Часть поселка сидит без воды. А вот чего в этом коммунальном пейзаже с избытком, так это мусорных куч. К нам в редакцию отчаявшиеся люди прислали видеописьмо с фактами на лицо. На целую зиму не вывозили эту помойку. По словам жителей Яйвы, коммунальщики и жилсервис объявили забастовку по поводу невыплаты заработной платы. Мусор не вывозили с начала зимы. С каждым днем размеры свалки становятся больше. Антисанитария заходит в каждый дом. Ситуация патовая. Кроме того, уже неделю люди живут без воды. Колонка не работает. Возмущены, похоже, все, но только не чиновники. Я жаловалась, я это посылала в администрацию даже. Не отвечали нам вообще никак. Сказали, у нас нет рабочих, рабочих денег не дают, они запустуют. Я хожу вот на колонку, на другую улицу, это далеко от нас. У меня еще тут вот, у моей сестры тоже двое детей. Она вот только их спать уложит, и она бежит, как, ну, рискует, потому что дети могут проснуться, и что-нибудь будет у них случаться. В ближайшее время мы свяжемся с явинскими чиновниками и попросим прокомментировать ситуацию. Кто на свете всех милее? А кому милее всего на свете танцы? Об этом и не только смотрите сразу после короткой паузы. Время рекламы на ТНТ. Не переключайтесь. Как говорил великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский, красота спасет мир. В этом уверены и героини нашего следующего сюжета. В Березняках прошел конкурс «Уральская красавица-2017». За титул красавицы боролись 18 прекрасных девчонок. Членам жюри юные модели показывали не только умение красиво ходить по подиуму, но и творческие номера. Ведь «Уральская красавица» должна быть не только красивой, но и талантливой. По результатам конкурса каждая юная претендентка удостоилась короны победителя. Ведь номинаций было столько же, сколько и участниц. У нас конкурс на сегодняшний день является отборчим туром на «Мисс Россия», который будет проходить 29 апреля по 1 мая в городе Москва. По итогам конкурса представлять наш город в Москве будут сразу две участницы – Лоскутова Юлия и Алиса Лодочникова. Пожелаем им удачи. Все на бал. В Березняках свой день рождения отметил коллектив исторического танца «Береслада». В доме учителя закружились в танцы дамы и кавалеры разных возрастов. Подробности смотрите в сюжете Екатерины Федоровой. В России первые балы появились при Петре I в XVIII веке и назывались ассамблеями. Для дам считалось неприличным приходить на бал без цветов. На некоторых балах выносили большой поднос с цветами, кавалеры выручали их дамам. Основная обязанность кавалера на балу – это всячески развлекать свою даму. Безусловно, радует то, что по сей день в Березняках преподается культура бального танца. Сегодня у нас на Минин-далу мы танцуем 37 танцев. Это кадрили, это больки, это вальсы, это катильоны танца и игры – 37. Клуб исторического танца в Березняках существует уже 4 года. Дамы-кавалеры изучают танцы 19 века и иногда посещают балы и в других городах России. Мне интересно именно то, что это исторические танцы, именно в таких пышных платьях. Это очень интересно, мне кажется. Много мы уже научились. И вальсы, и контрданцы, и кадрили, польки. Когда приходишь на занятия, кажется, вообще настроение и ничего не болит. Здесь нет призовых мест, как в других кружках. Просто нужно уметь танцевать. А уже планируют закружиться в вихре танца на следующем балу. Екатерина Федорова и Степан Некрасов. Новости на ТНТ. А те, кому танцы не по душе, могут попробовать себя в живописи. Конкурс рисунков в честь пятилетия программы «Новости на ТНТ» в самом разгаре. Наша редакция каждый день пополняется новыми конкурсными рисунками от больших и маленьких телезрителей. Покажи! Покажи! О! Прямое включение сегодня прямо, да? Юлия! Кому тебе? Солнечному человечку! Спасибо, Юлия! Вот так мы радуемся каждому новому рисунку. Каждый портрет – уникальное творение. Вот, например, работы Вероники Вильдавской. Изображения корреспондентов и ведущих ювелирно выведены углем. А сегодня к нам принесли портрет нашего оператора. Спасибо, Галина, что на нас, те, кто за кадром, тоже внимание облачают, не только корреспондентов рисуют. Участвовать в нашем конкурсе могут телезрители любого возраста. Рисуйте все, что вы видите в нашей новостной программе. Оригиналы своих работ вы можете принести лично или прислать почтой по адресу, который сейчас на экране. Внимание! Рисунки принимаются до 26 апреля. Лучшие работы получат поощрительные призы, а трое победителей – сертификаты на 10 тысяч рублей в магазины одежды и обуви. Александра Зеленина, Станислав Атаманов, Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Даже готовы пригласить березняковцев стать нашими внештатными корреспондентами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы Новости на ТНТ. Мы ждем ваших сообщений на электронную почту или по телефону 43 17 11. Это были главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и программа «Открытый разговор». Я на этом прощаюсь. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго и хороших вам новостей. Салон «Лорена Кухни». Только с 17 по 30 апреля скидка 65%. Выставочные образцы в максимальной комплектации по минимальным ценам. Спонсор прогноза погоды – автоцентр «Рено» компании «Сатурн-Р Авто». Спешите в «Сатурн-Р», пока дороги совсем не размыло. Спонсор прогноза погоды – ритуальное агентство «Память». При заказе памятника столик с лавочкой бесплатно. 20 апреля в Пермском крае синоптики прогнозируют облачную погоду. Местами дождь со снегом. В Перми – плюс один градус. В Александровске – ноль. В Губахе – минус один градус. В Кизеле столбик термометра будет на отметке минус два. В Соликамске – минус один градус. В Березняках – четверг. Температура воздуха ночью – минус семь. В дневные часы – минус один градус. Атмосферное давление – 753 мм ртутного столба. Ветер северо-восточный – 3,5 м в секунду. 20 апреля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Мама хочет рыбы, папа просит мясо, бабушке сметанки бы, дедушке колбасок. А вообще диван с ковром. Ищем две недели. Мы в торговые пойдем. Купим, что хотели. Торговые ряды. Чтобы купить все, что вы хотели. Челюскинцев 12. Идеальный для уральских направлений внедорожник Ренос. И реальной скидкой 170 тысяч. Спешите в Сатурн-Р, пока дороги окончательно не размыло. Матэ. Цвет новый. Новый вашей кухни. Найдите свою выгоду. На сайте и в салонах. Лорена. Качество в деталях. Ритуальное агентство «Память» более 10 лет изготавливает и устанавливает памятники из мрамора и гранита. Изготовление фотоовалов, цветные граниты, цветные портреты. Торговый дом «Икар». Свердлова 84А. 277658. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова